Знаете, какие ассоциации у меня бывают, когда я слышу слово Армагеддон? Нет, не эти. Я представляю себе игровые девайсы. Например, клавиатуру Армагеддон Black Hornet. Это механическая турнирная клавиатура. Почему турнирная? Потому что без цифрового блока. То есть, места на столе она много не занимает, в рюкзаке тоже, а на турнирах это самое топ. Потому что очень часто там просто негде разместить весь ваш арсенал. Вес, как и у большинства механических клавиатур, солидный, но с цифровым блоком он был бы еще больше. Клавиатура серьезно так собирает пыль из-за своего покрытия. Это прорезиненный софт-тач. А плохо то, что со временем он скорее всего вот здесь на углах сотрется. Правда, есть выход. Можно снять верхнюю крышку. Здесь мы видим солидную металлическую пластину. А здесь матовый пластик. Только я не уверен, что у вас легко получится снять крышку, потому что у меня экземпляр не новый, уже поездил. Возможно, с новой будет сложнее или вообще нельзя снять ее. Раскладка американская, то есть длинные шифты и одноэтажный Enter. Лично для меня шифт важнее, так что это плюс. Клавиши не смещены, как видим F1 четко над двоечкой. А дополнительные макроклавиши спрятались вот под этими кнопками. Как обычно, активировать их можно с помощью кнопки Fn. С помощью этой же кнопки можно вызвать дополнительные функции эффект. Это перемотка, стоп, плей-пауза, управление громкостью и функция переключения частоты опроса от 1 до 16 миллисекунд. Зачем это делать непонятно, учитывая, что такая же функция есть в дровах. Есть и управление подсветкой. Самое интересное, что в отличие от других, эта функция никак не обозначена. Вот скролл-лок. Кириллица подсвечивается немного хуже, чем латиница, но провалом это тоже назвать нельзя, потому что даже днем все это хорошо видно. Подсветка бывает только одного цвета, вот сине-желтая. Насколько я могу судить, клавиатура поддерживает больше 10 одновременных нажатий, но на самом деле это может быть и неограниченное количество нажатий, потому что у меня просто столько пальцев нет, чтобы все кнопки нажимались одновременно, но я зажимал вот так и в тестах все нажатия регистрировались. Мой экземпляр на переключателях Cherry MX Black, но на официальном сайте написано, что эта клавиатура может быть и на красных, синих и коричневых Cherry. Кабель съемный, что тоже говорит о том, что клавиатура предназначена для турниров. Сам он без тканевой оплетки, достаточно гибкий и не толстый. Кроме кабель менеджмента, снизу есть несколько резиновых ножек, чтобы клавиатура не ездила по столу и не прогибалась во время работы. Резинки есть и на выдвижных ножках. Круто то, что в комплекте есть набор дополнительных резинок на случай, если ваши придут в негодность. Также есть дополнительные серые клавиши в ASD и стрелки. Они глянцевые и без русских символов. А вообще хорошо, что такая классная комплектация, жаль, что чехол для клавы не положили. Дрова тоже имеются. Первая основная, где вы можете переназначить кнопки. Следующая для настроек макроклавиш. Вы можете привязать к ним макросы, виндовсовские команды, запуск приложений и все такое. Третья вкладка позволит вам настроить частоту опроса USB, время отклика кнопок, отключить клавишу Windows и настроить подсветку. Конечно, есть вкладка с записью макросов. Все ваши настройки вы сохраняете в пять профилей, которые в свою очередь клавиатура запоминает, потому что у нее 32 кБ памяти на борту. То есть на лане она будет с вашими настройками и дров не нужно. Честно говоря, я долго морозился от обзоров Армагеддона, потому что бренд явно не всемирно известный и в конце концов может оказаться, что это какой-то ое. Крышка мне совершенно не понравилась, я бы ее снял и я ее снял. С другой стороны, это клавиатура на механических переключателях Cherry, что сейчас встретишь очень редко. Здесь хорошая подсветка и расплатка. Работает превосходно как в играх, так и в повседневном обращении. Ну, в принципе, от Cherry ожидать другого и не нужно было. К тому же она компактная и с хорошей комплектацией, так что если вы ищете себе клавиатуру без цифрового блока, то это вполне может быть она. На этом все. С вами был интернет-магазин FUA. Подписывайтесь на наш канал на ютюбе. Меня зовут Максим. Вот моя визитка. Вот вам визитка моя.